ну что открыли окошки кузьма в рабочем кабинете опускай с монкой вон там ванной комнате светит солнышко окна настиж коты дышат хочется выйти на боязно пусть пусть неужели прыгнешь неужели прыгнешь а как залезать будешь сейчас прыгнет пусть не надо на кузне хочет видеть кузьму и думает она залезет пусть а там сетка не получится залезть а я тут приготовилась красить диван отстегнула матрас с дивана все-таки этот диванчик лучше будет смотреться на кухне он более компактный вот нужно покрасить много он так уже произносился дивана уже более десяти лет но это дерево все деревянные вещи они хороши вот вчера я получается 8 числа пикировала свою рассаду перчик помидорки у меня получилось три вида помидорок вот это дебарау вот потом идет дачник и новичок вот три вида вот здесь четыре вида получается вот здесь четвертый вид это мне танечка давала сердце буйвола розовые вот их получилось 11 штучек зашли танечка благодарю ну а это перчик оставила я перчик темп он уже такой хорошенький видите уже по 4 листочка 5 выбрасывает и не поднялась рука то есть перца у меня получается более 40 кустов помидор получается приблизительно так же вчера сходила я купила ампулы атлета и сегодня уже полила и не поднималась рука меня убрать лишнюю рассаду вот рассада на подоконнике вы видите здесь перчик и там перчик вот это перчик не знаю какой вот этот малипуська я сажала его позже хоть и много перца но вот не поднялась рука у меня удалить вот эти вот перчики потому что темп уже вот этот он очень хороший перец вот сделала вот такую городушку помните мы с вами делали заслонки от солнца вот я ее вот так вот прилепила к окошку мало ли чтобы коты не смогли добраться до рассады вот эти ампулы атлет по 20 рублей я покупала за ампулу вот на 100 рубликов купила 5 штучек 2 уже использовала спасибо вам большое за ваши советы вот и еще купила в этом же семенном огурчики не знаю посоветовал продавец там него тьма этих огурцов нужно было выбирать и вот нет он посоветовал один ухажер тут какой-то опыляется какой-то без опыления пчелами вот что здесь пчель пчела опыляем а это вот этот ухажер хорош салатах и засолки а вот этот не опыляется не требует опыления огурец щедрик вот купила в какой-то 45 рублей какой-то 60 рублей я не знаю сколько здесь семян не вижу ну откроем посмотрим его друзья посмотрите еще вчера зашли фикс прайс с дочерью и я купила вот такую такие дорожки и подумала зачем же вязать скатерть если стоит копейки вот соединила эти две дорожки и положила под вот эту силиконовую скатерть и посмотрите какая красота красивая получилось не помню сколько стоили эти дорожки фикс прайсе врать не буду вот я купила две дорожки вот так вот она выглядит они там разных цветов но бежевые были вот эти вот слоновые кости вернее ванильные были всего две штучки ну вот можно использовать и как в шкафу как салфеточку да как угодно вот видите здесь полочки застилают в шкафу этими салфетками тоже неплохо смотрится чем вам не ирландская кружева она такая похожая на винил такая как резинка как объяснить но под вот этой клееночкой очень даже неплохо смотрится красота еще купили очень классную штуку вот jasmine пион арома диффузор jasmine пион прошу прощения коробка уже побывала в помойке но хочу показать вот и танечка моя подруга которая приезжала тань вот так вот выглядит но извини она уже так немножечко побывала в помойке сейчас покажу что это такое и какая это прелесть и какое удовольствие это ароматерапия там четыре вот такие палочки и вот это ароматическая жидкость друзья это просто я не знаю как объяснить какое это счастье весь дом плохо благоухает вот этими запахами пиона и жасмина просто 150 рублей стоит эта штука по моему 149 вот значит хитрость а если вы прочитаете на этикетке хитрость в том что чтобы был очень ярко выраженный запах меняйте положение этих палочек то есть постояли они вот так вот одной стороной в этой ароматической жидкости потом их через какое-то время просто переверните другой стороной и аромат дома вам обеспечен это что-то с чем-то очень вкусно пахнет какой-то свежесть там разные ароматы есть я вот хочу еще такой же купить для комнаты где рабочий кабинет чтобы и там вкусно пахло ну а я решила сварить борщик на кипит бульон покупала а косточки свиные в магните по 60 с чем-то рублей очень хорошие пакеты довольно таки много мяса уже 2 больше такой варю вот сегодня приезжает лёшек готовлюсь вчера кстати в светофоре были купила я очень вкусную лапшу сейчас я вам покажу а вот такая лапша лагман восточная стоит всего 32 рубля друзья просто шикарная цена но на вкус это домашняя лапша здесь 400 грамм вчера пожалела там еще такая же появилась но больше пакет и она с овощами она такая красивая цветная вот обязательно обязательно куплю и тут но цена очень сладкая и очень даже просто так извините изо всякого за всякой котлеты можно кушать была дочь у меня вот вчера в гостях позавчера и я готовил варила эту лапшу с курицей она говорит вам даже курицы не нужна такая вкусничая лапша так что друзья посещайте светофор вчера я удивилась 5 килограммовый мешок муки стоит сто пятьдесят семь рублей очень привлекательные цены моника ну что хочется вылезти до учиться но страшно учиться но страшно вот у них здесь стоит мой варь и у них здесь лежанка и подышать и прогулка сразу вот пусть я пришла здесь так птички поют я не знаю слышно вам или нет я сегодня сделала кофе себе пошла в эту комнату буквой г которая и сидела наслаждалась в тишине пением птиц красота когда это все уберется посадятся цветочки ложится здесь все плиточкой будет такая зона отдыха будет еще чем полюбоваться сейчас конечно там вот эта свалка но со временем все разберем все облагородим также как и в доме все изменилось изменится и на улице я надеюсь на это всему свое время сегодня я открыла кирпичный заводик вот первый замес плиточки у меня уже готов вчера не было воды была какая-то авария на линии и я конечно же не могла делать плиточку вот еще вам хочу показать полочку которую я соорудила здесь вот так вот она выглядит закрылась вот эта щель которая от ванной и стены полочку сделала из того фартука который был на кухне который короткий распилила просто пополам эти боковушки две они как раз прям вот четко по ширине этой полки класс посадила полку на двусторонний скотч и промазала вот здесь вот герметиком специальным для ванны полочка стоит мертва ничего не шатается теперь можно принимать душ и не будет лица вода туда за ванну так что еще и вот здесь вчера облагородила я же покупала полка которая висит на кухне сейчас она стояла здесь во первых она и по ширине было узкого то но нашла на свое место на кухне а сюда я сгородила из того чтобы вот это вот и киевская полка вот это перекладина это от кровати оставалась одна не при делах две полки получились я имею ввиду от кровати которые да сейчас достану покажу вам одну из них одна уже готова и вот одна перекладина оставалось лишний но вот оказалось не лишний все видите как хорошо вот о чем я говорила вам вот такая придумалась еще одна полка это те перекладины которые мы отпиливали от и киевской кровати которая стоит у нас в спальне раньше было длинное такое изголовье и по бокам шли вот такие вот три полки типа типа тумбочек замещающие ну пришлось отпилить потому что мы купили другие тумбочки чтобы как-то был складывался спальный гарнитур купили шкаф паула купили комод и отпилили лишние вот этого лишние изголовье она вот сюда вот проходила и получилось и кровать и вот эти тумбочки как-то все гармонирует также вот этот комод шкаф паула вот все как-то хорошо вписалась еще сделается соорудиться создастся ходится такая же полка все для нее есть и перекладины и вот эти вот штуки и даже две штуки лишние я это все перекрашивала я имею ввиду вот эти вот пауки там ничего не трогала ничего не красила так что вот из кровати получилось еще две полочки и одна перекладина пошла на ту полочку которую я вам показывала в ванной ну вот мои хорошие немножечко с вами пообщалась пойду варить будешь может быть выйду на улицу что-то там поделаю какой-то мусор по собираю и буду ждать лёшика вечером приедет лёшик я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока